Не успели объявить результаты парламентских выборов, страна уверенно повернула налево, как Литву сразу же потряс скандал. Председатель социал-демократов Вилли Блинкевичуте отказалась от поста премьер-министра, хотя, начиная с лета, обещала возглавить правительство. Итак, давайте разбираться. Социал-демократы, победившие на недавних выборах, сталкиваются с напряженным моментом. Их лидер Вилли Блинкевичуте, вопреки прежним заявлениям, отказалась от поста премьер-министра. Этот шаг, по данным источников, откроет дорогу к премьерству Гинтаута Суполуцка, с неоднозначной репутацией. Избиратели и партнеры по коалиции, от которых зависела формирование правительства, теперь пытаются оценить последствия такого поворота событий. Решение Блинкевичуте отказаться от премьерства выглядит логичным для тех, кто знаком с ее карьерой в Европарламенте. Ставка на место в Брюсселе, где значительные выплаты и стабильно высокая пенсия выгоднее для нее, чем политически нестабильное положение премьера. Этот выбор вызвал шквал комментариев. Политолог Игнас Колпокас отметил, что возвращаться в Литву и взять на себя руководство у нее не было желания изначально. На фоне ее решения лидер демократов Саулю сквернялись, высказал осторожное уважение к любой кандидатуре, которую выдвинут социал-демократы. А лидер аграриев Рамуна Скорбаускис выразил удивление. Гинтаутас Полуцкас предположительно станет новым премьером. Ветеран партии, он известен и своими успехами, и скандалами. Его судимость за срыв государственного тендера на закупку, хотя и погашена, не осталась незамеченной. Полуцкас не отрицает ошибок прошлого, но подчеркивает, что теперь он готов к высшей политической ответственности. В своих комментариях он подчеркивает приверженность к коллективной работе и желание оставить личные ошибки в прошлом. С назначением Полуцкаса, однако, усиливаются внутренние споры в социал-демократической партии. Ветеран Йозас Оликас также заявлял о готовности занять пост, но в конечном итоге уступил. Лидеры партии уверяют, что посты будут распределены с учетом всех мнений, но психологические последствия, как отметил политический обозреватель Витоутас Бруверис, останутся. Формирование коалиции добавляет напряжение. В числе основных партнеров партии во имя Литвы и аграрии, каждая фракция ведет переговоры за ключевые министерства, причем социал-демократы стремятся сохранить за собой Министерство социальной защиты и труда, а аграрии могут получить Министерство юстиции. Весь процесс распределения должностей, усложняет влияние президента Агитаноса Науседы, который рассматривает своих советников на ключевые посты, такие как Министерство иностранных дел. Гинтаутас Полуцкас, имеющий активы в Литве, Турции и Бразилии, также сталкивается с критикой со стороны оппонентов, включая уходящего премьер-министра Ингриду Шимоните, который считает его судимость недопустимой. Однако Полуцкас уверен, что его кандидатура способна восстановить доверие к партии и объединить политический спектр Литвы. По прогнозам, социал-демократы смогут сформировать стабильное большинство и, вероятно, получат до 10 министерских портфелей. Несмотря на шероховатости и резонансные решения, Полуцкас вскоре, вероятно, станет 18-м премьер-министром Литвы, что символизирует новый, хотя и неоднозначный этап в литовской политике. Все стороны остались при своем. Одни настаивают, что избирателей социал-демократов цинично обманули, и новая эпоха начинается с чудовищной лжи. Другие, что ничего невероятного не произошло, и те же консерваторы врали на протяжении всего своего срока полномочий, но ничего, продержались все четыре года. Но что ни говори, осадок после этой истории остался. Скандал вокруг платежной системы FoxPay обвинениями в отмывании 17 миллионов евро в взяточничестве и все это в ближнем круге с консерваторами продолжается. Согласно журналистскому расследованию портала Пеньколика Минуту Ташкас ЛТ, одним из ключевых фигурантов дела остается Вильгельмас Германас, который не просто окутал все бюджетные учреждения своей системой, но и через связанных с ним лиц организовал добычу криптовалюты на Каунаской ТЭЦ, одной из крупнейших электростанций страны. Как сообщает Пеньколика Минуту Ташкас ЛТ, рядом с электростанцией были размещены 40 контейнеров серверами, что позволило Германасу использовать государственную инфраструктуру для личной выгоды и получать миллионные доходы от добычи биткоинов. Эта схема, как отмечает журналист Видмантас Балкунас, позволяла зарабатывать до 3 миллионов евро в месяц. Депутат Сейма Агния Щеринскеня называет это доильными аппаратами для денег, указывая на возможное соучастие высокопоставленных лиц, обеспечивших доступ к столь крупному объекту инфраструктуры. Также предполагается, что без поддержки влиятельных персон, включая политиков, подобные действия оставались бы незамеченными. Все ими уже ведутся запросы на проверку связи фигурантов дела с консервативной партией, на что премьер-министр Ингрида Щемониде подчеркнула, что лично с Германасом не встречалась и призвала дождаться окончания расследования. Кроме того, внимание общественности привлек факт, что муж экс-министра, консерватора Моники Новицкеня, который проходит фигурантом дела, смог внести залог в 100 тысяч евро, несмотря на скромные финансовые показатели в декларации о доходах. Продолжающееся расследование расширяет круг подозреваемых, среди которых сотрудники холдинга Айсан, связанного с гражданской женой Германаса Тринкунайте и целым рядом приближенных к уходящим властям. Подошел к концу первый месяц отопительного сезона. В большинстве городов тепло по сравнению с сентябрем обошлось дороже. Поставщики прогнозируют, что в ноябре тепло во многих частях страны будет стоить еще дороже. Своего пика стоимость должна достигнуть в январе. Вильнюсские тепловые сети даже развесили в столице плакаты с призывами экономить тепло. Работодатели и уходящее правительство взяли на прицел работников, которые ежегодно увольняются, чтобы получать пособия по безработице, а затем тратят их на отдых в теплых краях. Некоторые путешествуют по Таиланду, Испании. Работодатели подозревают, что таких людей может быть около 50 тысяч, что составляет более половины получателей этих пособий. Правительство уже подсчитывает, что в следующем году на пособия по безработице не хватит почти 30 миллионов евро, поэтому рассматривается возможность снижения пособий или увеличения налогов. В Литве зарплаты растут слишком быстро, говорят экономисты. По их мнению, если темп не снизится, в будущем может увеличиться уровень безработицы и количество банкротств. Литовские предприниматели могут потерять свою конкурентную способность и столкнуться с судьбой Эстонии, которая в настоящее время пытается выбраться из экономического кризиса. Рекордную сумму – более 700 тысяч евро – мошенникам удалось выманить у жителя Каунаса, который в течение нескольких месяцев переводил деньги в несуществующую инвестиционную компанию. Мошенники, используя не только различные технологии, но и доверчивость людей, пообещали соотечественнику быстрые деньги, однако в итоге оставили его ни с чем. И таких случаев много. В последние дни мошенники выманили 110 тысяч евро у жителя Вильнюса и 50 тысяч евро у жителя Мариамполя, убедив их инвестировать в интернет-платформу. Ровно через 100 дней Литва, Латвия и Эстония завершат многолетний процесс выхода из единой постсоветской системы энергоснабжения и подключатся к европейской сети. Это историческое решение, которое обошлось в 2 миллиарда евро. Правда, средства в основном выделил Евросоюз. Отключение от системы Брелл – это аббревиатура от заглавных букв Россия, Беларусь, Эстония, Латвия и Литва – знаменует собой новый этап энергетической независимости всех стран Балтии. Министр энергетики Литвы Дайнюс Криевис заявил, что последние 100 дней перед отключением – финальный этап перехода, который позволит странам Балтии выйти из-под потенциального давления Москвы. В истории уже были примеры энергетического шантажа, такие как отключение поставок через трубопровод «Дружба» и попытки привязать страны к российским энергоресурсам через строительство Белорусской АЭС. Отключение от российской системы запланировано на 8 февраля. В первые сутки системы стран Балтии будут работать в изолированном режиме, а на следующий день произойдет полная синхронизация с Западной Европой. Водителям, вероятно, придется смириться с нововведениями уже в следующем году. Действующий порядок предлагается изменить таким образом, чтобы в случае дорожно-транспортного происшествия и возникновения спора по поводу вины водителей, ее останавливала не полиция, а страховщики. Авторы предложения утверждают, что это упростит регистрацию ДТП, упростит работу должностных лиц и сэкономит деньги полиции. Однако эксперты уже предупреждают, в результате пострадают сами водители, а застраховать автомобиль, вероятно, будет дороже, так как страховщики понесут больше расходов. Новоприбывшим в Литву военным беженцам из Украины будут предоставлены единовременные выплаты. Их размер достигнет 176 евро. Как отмечают в организации по миграции, выплату получают граждане Украины или третьих стран. Как отмечают в организации по миграции, выплату получат граждане Украины или третьих стран, которые впервые приехали в Литву из Украины и пересекли внешнюю границу ЕС не ранее 40 календарных дней назад. Зарегистрировались в департаменте миграции и ожидают выдачи временного вида на жительство в Литве. С начала войны в нашу страну прибыло почти 91 тысяча украинцев. Запреты на курение продолжаются. Возможно, курение будет запрещено в уличных кафе. Еврокомиссия рекомендует расширить зоны запрета на курение, включая городские парки, автобусные остановки, открытые террасы кафе. Литовский департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем поддерживает эту рекомендацию. Теперь медсестры, оценив состояние здоровья пациента, смогут самостоятельно продлить назначенное врачом лечение хронических заболеваний и выписать рецепт на лекарства. Это нововведение от Министерства здравоохранения Литвы должно улучшить доступность медицинских услуг и уменьшить нагрузку на семейных врачей. Медсестры смогут выписывать рецепт, если пациент принимает назначенное лекарство, не менее трех месяцев, а его состояние стабильно. В центре Клайпеды началась работа над обновлением одного из старейших общественных пространств города – рыночной площади. Цель – адаптировать ее к современным нуждам горожан и предпринимателей. Рыночная площадь, также известная как площадь Фридриха, появилась в 1670-х годах. Со временем она стала важной торговой зоной города, а с 1948 года здесь размещался главный рынок. По словам мэра Клайпеды Арвидаса Вейткуса, проект нацелен на возвращение площади ее исторического облика с учетом требований к подлинности застройки в старом городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова